Добрый день. Меня зовут Никита Александра. Я представляю работу Распространённость и weakenedчивность и карие-суньте школьного возраста в Центральной Якутии. Актуальность исследования обысковлена высоким уровнем Распространённости и карие-суньте раннего возраста. В исследовании применила индекс КПУ в определении распространенности и интенсивности кариесных детей школьного возраста, разработала профилактические рекомендации в депутатах по профилактике кариесных зубов у учащихся младшего школьного возраста. Медовные исследования, анкета ВОЗ, респективный анализ медицинских кар учащихся и индекс КПУ. Для изучения здоровья полосерта школьников от 10 до 17 лет мы применили анкету здоровья полосерта детей. В исследовании применило всего 141 учащихся из обеих школ села Хамата. На вопрос, как бы вы оценили состояние больших зубов, 44% упрошенных ответили, что у них имеется несколько кариесных полостей, 9,9% имеют множественные кариесные полости. Состояние зубов на хорошее оценили всего 32,2%. Таким образом, результат анкетирования подтверждает важность и необходимость проведения санитарно-посветительной работы. Мы изучили распространенность и интенсивность кариеса зубов у детей от 6 до 17 лет села Хамата путем выкипировки данных из амбулаторных медицинских карт. Всего было исследовано 260 детей. Для анализа оценки полученных результатов данной выбраны ключевые возрастные группы ВОЗ 6-19 лет, так как в эти периоды можно увидеть состояние постоянных зубов и определить их поврежденное заболевание. Данные характеризуют о высоком уровне распространенности кариеса зубов у 6-летних дошкольников составляет 1,14%, у 20-летних составляет 80%. Интенсивность кариеса постоянных зубов у 6-летних 2,71%, у 20-летних 10,12%. В 2005 году было проведено исследование состояния зубов учащихся в нашем лицее. Если сравнить показатели с нашими исследованиями, то у детей с 6 лет в 2005 году кариесных полостей значительно меньше, чем в этом году, до 12,14%. У 19-летних кариес повысился на 16%. Проведен интерспективный анализ карцетологического исследования детей школьного возраста СОС-14 в городе Якутска. Из таблицы видно, что данные характеризуют о высоком уровне распространенности кариеса зубов у детей 19 лет, соответственно составляет 96,68%. Интенсивность поражения зубов кариесом 4,43% по данным ВОЗ оценивается как высокий. Таким образом, необходимо провести лечебно-профилактическую помощь, особенно для учащихся начальных классов, поскольку они не осознают дальнейших последствий, и усиленная профилактика в этот период может остановить дальнейшее поражение зубов. В связи с этим мы разработали видеофильм-сказку и практические рекомендации. Заключение. Выявлено, что подростков в геоническом состоянии полостерта неудовлетворительное, большинство школьников не пользуются зубной пастой, содержащей фториды. По результатам данных и показателей распространенности и интенсивности кариеса зубов у детей школьного возраста в Центральной Якутии в структуре МЦКПУ преобладают кариозные и удаленные зубы над пломбированными. В результате исследования показали, что необходимо проводить профилактические мероприятия по предупреждению образования кариеса зубов и пропаганды гигиены полостерта. Спасибо за внимание.